Это программа «День с толком». Сегодня вместе подведем итоги уходящей недели. Меня зовут Елена Макаренко. Здравствуйте. Субтитры делал DimaTorzok Претендует Владислав Дованков, кандидат от партии «Новые люди», Леонид Луцкий, кандидат от ЛДПР, и Николай Харитонов от КПРФ. Владимир Путин участвует в выборах в порядке самовыдвижения. В дни выборов жители края предостерегают от фейков и провокаций. По сообщению правительства региона, органы правопорядка все три дня выборов будут работать в усиленном режиме. Накануне утром в первый день выборов стало известно, что почти половина из жителей региона, зарегистрированных на платформе ДЭК, уже проголосовала онлайн. Подробнее о том, как в регионе проходят выборы, расскажет наш корреспондент Ирина Корчагина. Трехдневный марафон стартовал с самого утра в боевой готовности. Около 1700 избирательных участков открыли свои двери жителям края. Кстати, кто-то уже проголосовал досрочно. Речь идет о жителях труднодоступных населенных пунктов. В данном случае мы выбираем президента Российской Федерации. Судьбы нашей страны на многие годы вперед. Конечно, еще раз обращаюсь к жителям Алтайского края, призывая всех прийти на участки и другим способом проголосовать. Традиционно в компании семьи свой голос отдал и Александр Романенко. Мои родители меня воспитывали не быть безучастным к судьбе своего города, своего района, края, ну а тем более своей страны. Поэтому всегда голосовал, сколько я помню, не было ни одного момента, чтобы я не воспользовался своим правом. Напомним, Россия выбирает президента из четырех кандидатов. Владислав Дованков, партия «Новые люди», Владимир Путин, самовыдвиженец, Леонид Слуцкий, ЛДПР и Николай Харитонов, партия КПРФ. Конкретно в Алтайском крае проголосовать смогут 1 миллион 756 тысяч 560 избирателей. Мы готовы представить те важнейшие особенности, которые на сегодняшний день позволяют не только организовывать избирательный процесс, но и прежде всего давать возможность каждому жителю Алтайского края принять участие в выборах главы российского государства. Проголосовать можно по месту жительства. Также у избирателей была возможность подать заявление, чтобы отдать голос в любой удобной точке. В функции «Мобильный избиратель» воспользовались более 20 тысяч жителей края. Для тех, кто по уважительным причинам не может дойти до избирательного участка, проходит голосование на дому. И новинка на президентских выборах для нашего региона – дистанционное электронное голосование. На него срегистрировались 277 тысяч человек. И, кстати, в 9 утра уже почти половина из них сделала свой выбор онлайн. Если один человек заставил другого проголосовать и показать ему потом свой выбор, это невозможно сделать. Вот тайность голосования ДЭК, она это обеспечивает. Также нельзя проголосовать дважды, изменить свой голос. Готовы эксперты-наблюдатели к провокациям и фейкам. Как от своих, так и от недоброжелателей из других стран, которые могут распространять дезинформацию. Чиновники призывают верить только официальным источникам. Как правило, все фейки информационные, вбросы, они связаны с попыткой оспорить легитимность. Будут, как по опыту всех предыдущих компаний, там из серии, там, ай, там, свозят, принуждают. Ой, там, там, что-нибудь там не то, там, со списками вбрасывают и так далее. Как правило, вот бьют именно по легитимности, именно вот такие фейки приходится чаще всего разоблачать. Поэтому в дни выборов в Краевой библиотеке имени Шишкова работает Центр общественного наблюдения. По опыту других компаний в Алтайском крае, если и возникают нарушения, то больше технического характера, говорят эксперты. Все 100% избирательных участков закрыты наблюдателями, которые подготавливала общественная палата. Это независимые наблюдатели. Я думаю, что эта трехсуточная работа, она пройдет на таком хорошем организационном уровне, в конструктивном формате. Уже было многое сделано. Я думаю, что мы также будем работать в темпе 48 часов в сутки, 48 на 7, и цели свои достигнем. Избирательные участки будут работать до 20.00 17 марта, а уже в понедельник, 18 марта, страна узнает предварительные итоги голосования. В Барнауле стартовало также голосование за объекты благоустройства. Жители краевой столицы выбирают общественные пространства, которые в следующем году возможно преобразить по федеральному проекту формирования комфортной городской среды. О важности голосования и общественных территориях, за которые можно отдать свой голос, в сюжете Валентины Аскеровой. В барнаульских школах кипит работа. Открылись пункты голосования за объекты благоустройства. Жители определяют, какие пространства в 2025 году станут уютнее и зеленее. Для голосования предложены 37 территорий. Я отдала свой голос за территорию, которая находится за музеем краеведческим, потому что эта территория находится рядом с нашей школой, которая работает уже около 50 лет. Какой вы эту территорию видите в будущем, в ближайшем будущем? Ну, конечно, красивой, красочной территории, как в хороших садах в Сочи. Один из пунктов для голосования в 130-м лицее посетила председатель Барнаульской городской думы Галина Буевич. Голосуя, она поддержала восстановление Демидовской площади. Мне кажется, Демидовская площадь – это то место, которым гордится Барнаул. Там живет история, и налево-направо пойдешь, везде, вот просто дышит этим историческим моментом это место. Это историческая память, которую мы должны беречь. С 15 по 17 марта в школах Барнаула будет работать 10 пунктов для голосования за объекты благоустройства. За любимое пространство можно проголосовать здесь и сейчас при помощи волонтеров через специальное приложение. На избирательном участке, после того, как люди проголосовали за президента Российской Федерации, они выходят, и я предлагаю им проголосовать за благоустройство нашего города. Им представлено на выбор несколько районов и 37 проектов, за которые они могут отдать свой голос. После 17 марта голосование продолжится онлайн. Подарить свой голос за обновление общественных пространств можно будет до конца апреля. Председатель городской думы Галина Буевич отметила, что Барнаул четвертый год подряд участвует в голосовании за восстановление общественных территорий. И благодаря реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» краевой центр с каждым годом преображается на глазах. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. На этой неделе наш регион посетила сразу несколько высоких гостей. Один из них – министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Он принял участие в заседании коллегии, на которой подвели итоги деятельности Краевого профильного министерства за прошлый год. На мероприятии также прозвучала важная информация. Финансирование на социальные расходы в связи с поручениями президента в регионе возрастет. Подробности у Анастасии Дороган. 574 тысячи жителей Алтайского края получают различные меры социальной поддержки. Расходы на них в 2023 году составили почти 60 миллиардов рублей. Итоги работы служб социальной защиты края подвели сегодня. Их оценил профильный министр России Антон Котяков. Он отметил направление социальных контрактов. По поручению президента к 30-му году на эти цели дополнительно выделят 100 миллиардов рублей. Примерно двукратное увеличение нашей с вами работы при доставлении социальных контрактов. Эта мера социальной поддержки сегодня очень востребована, а самое главное достаточно эффективна. Около трех тысяч социальных контрактов за три с половиной года было заключено нами, с гражданами города Бийска, Бийска и Салтонского района. Ну и эффективность этих контрактов 70 с лишним процентов. Они перешагнули черту бедности, так скажем, вышли на новый уровень жизни. Социальные контракты берут для развития личного подсобного хозяйства, иных мероприятий, трудоустройства и открытия своего дела. Последние два самые востребованные. А благодаря помощи в развитии ИП расширяется сеть услуг и появляются новые предприятия. У нас открыты швейные мастерские. Да, ну естественно, для женщин салоны красоты. Есть пошив одежды, свадебных нарядов. Есть различные креативные направления. Среди других достижений – развитие системы долговременного ухода. В профильном пилотном проекте участвуют 13 муниципалитетов края. В немецком национальном районе это уже дало свои плоды, а к работе удалось привлечь больше сотни сиделок. У нас более 500 услуг составленной индивидуальной программы. Это инвалиды 18+. Это тоже большая работа. Сегодня еще одно направление – это социальная занятость инвалида с ментальными нарушениями. Участники Великой Отечественной и Дети войны получили субсидии на сумму больше 80 миллионов рублей на жилье, ремонт и адресную помощь. Активную поддержку оказывают участникам СВО и их семьям. В прошлом году им направили больше 2 миллиардов рублей финансовой помощи. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком. И вот сейчас уже можно подводить итоги визита Марьяны Лысенко, известного медика, главного врача Московской клинической больницы номер 52. В Барнауле она посетила несколько медучреждений. Какие у нее остались впечатления? Расскажем в следующем сюжете. Вот он шагает теперь под дождем на улице. Перед этим он был на водопаде, перед этим он поднимался в гору, а сейчас вот он выбрал вечер и под дождем. Пациент разрабатывает шагательный рефлекс, чтобы восстановить двигательную функцию нижних конечностей. Гуляют под дождем участники боевых действий. СВО, Чечня, Афганистан. У многих нарушена память, координация. Позади ранения, несколько контузий и, что немаловажно, посттравматическое стрессовое расстройство. В первое время ты не понимаешь, что ты здесь делаешь в принципе. То есть вернуться обратно в гражданскую жизнь мирную очень сложно. Для этого подобные заведения, они просто необходимы. Ну и помощь специалистов. Самостоятельно из этого выбраться, мне кажется, очень сложно. Как в Краевом госпитале для ветеранов воин проходит реабилитация, накануне оценила известный медик, главный врач московской больницы номер 52 Марьяна Лысенко. Опыт у Алтая очень большой, потому что здесь реабилитационные центры и госпитали ветеранов воин, так называемые, на вазе которых создавались, вот эти вот медицинские сообщества, умеющие, профессионально этим занимающиеся, он с ранних послевоенных времен, когда страна поднималась из руин, здесь уже создавались вот эти коллективы, и это очень чувствуется. Другой медицинский объект в Барнауле, которым тоже может похвастаться регион, городская поликлиника номер 14. Совсем недавно эта больница начала работу на новых площадях. Открытие было долгожданным. К поликлинике приписаны более 120 тысяч жителей индустриального района. За короткий промежуток времени население увеличилось, то есть за 10 лет в два раза, с 50 до 120 тысяч. И, соответственно, в тех площадях, в которых мы располагались, обеспечить нам ту должную доступность техночественную медицину, к сожалению, не было возможно. Все обследования в одном здании. Сегодня здесь налаживают диагностическую службу. Закуплены томограф, рентгеноборудование, мамографы и не только. Напомним, на открытие здания выделили полтора миллиарда рублей в рамках нацпроекта здравоохранения. Будет ли продлена программа? Как будет развиваться медицина в селах? Как привлекать молодых специалистов? Во время общения эти вопросы врачи задавали Марьяне Лусенко. Коллеги вставят правильные вопросы. Безусловно, почти все они так или иначе нашли отражение в том послании, которое Владимир Владимирович озвучил федеральному собранию и общими мазками обозначил все направления, которые будут развиваться в медицинской отрасли. Ну а подробности, естественно, будут простраиваться с теми запросами, которые есть на местах. Хотелось бы верить, что подобные больницы когда-нибудь появятся не только в других городах края, но и в районах. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. На неделю в Барнауле заработал новый корпус горбольницы номер 3, построенный по нацпроекту здравоохранения. Какие внешние улучшения произошли в медучреждении и как изменилась его техническая начинка, знает наша съемочная группа. Плюс 1300 квадратов и 62 поликлинических кабинета. Настолько приросла третья городская больница на Петра Сухова. Открытие нового корпуса здесь ждали три года. В последнее время нагрузка была крайне серьезной. К данному медучреждению прикреплено порядка 70 тысяч пациентов, которые регулярно обращаются за медпомощью. В реконструкции было принято решение, во-первых, это количество прикрепленного населения, недостаточные площадя и собрать в одном месте все то необходимое диагностическое оборудование и, конечно же, специалистов, которые необходимы по порядкам и стандартам для первичного здравоохранения. В новом корпусе для удобства пациентов объединили несколько блоков. Инфекционный фильтр-бокс с отдельным входом для температурящих, лечебно-диагностический и рентгенологический. К слову, раньше, чтобы сделать рентген-обследование, пациентам нужно было ехать в другой филиал больницы. А еще здесь впервые появился цифровой маммограф, который, по мнению старшего рентген-лаборанта Елены Гисперт, сокращает время обследования женщин вдвое и более точен. Сейчас намного это проще. Это цифровой аппарат, который делает снимочки. Снимочки передаются сразу на компьютер докторам, которые смотрят эти снимочки и описывают. Также это удобнее тем, что вся запись для пациентов сохраняется в базе, что можно это все проверить, посмотреть. На торжественном открытии в новом здании побывали высокие гости. Глава края Виктор Томенко и главный врач Московской больницы Марьяна Лысенко. Она отметила, что в вопросах развития инфраструктуры наш регион, опираясь на существенную федеральную поддержку, развивается хорошими темпами. Более 6,5 миллиардов было выделено на то, чтобы строить, создавать, реконструировать новые объекты. Более 12 миллиардов рублей за прошедшие годы, вот последние 5-6 лет, было направлено на обновление оборудования. И это коснулось, по сути дела, учреждений здравоохранения, расположенных на территории всего края. Первых пациентов обновленная больница, которую построили по нацпроекту здравоохранения, приняла уже сегодня. Мария Костолева, Алексей Фризин. День с толком. Главные проблемы в строительной сфере региона обсудили на неделе в Барнауле представители свыше 50 строительных компаний, госэкспертизы, риэлторы, проектировщики. По их словам, поиск земли под новые дома далеко не единственная задача, стоящая сегодня перед отраслью и краевой столицей. Строить нужно, но строить негде. Первоочередная проблема для всей строительной сферы, с которой и начали заседание Краевого профильного союза. Ежегодно в Барнауле вводят 250-300 тысяч квадратных метров жилья, а потребность 450 тысяч. Когда нет земли и нет понимания, где появится участок, застройщики переносят проекты в другие регионы. В основном развитие как раз вот эта зона аэропорта, 450 гектар, это основное развитие. А то, что центр, как бы центр, за счет сноса старого жилья, ветхого жилья, вот единственный путь развития города Барнауле. Все чаще звучат идеи о застройке другого берега Аби. Однако и там, и на участке Надежды в индустриальном районе одна проблема – их сырое состояние. Проложить коммуникации дорого и для застройщиков, и даже для властей. Строительство инженерной инфраструктуры силами застройщиков без дополнительной финансовой поддержки практически невозможно в связи с его высокой стоимостью. Так, например, для подключения к системам централизованного тепловодоснабжения и водоотведения в земельных участках, расположенных в городе Барнауле по адресу Павловский тракт, о чем уже говорили, земли Дом РФ, площадью 917 гектар, необходимо порядка 20 миллиардов рублей только на то, чтобы выполнить сети. Поэтому необходима совместная с Домом РФ программа, уверены участники заседания – строители, риэлторы, архитекторы. Однако за этой главной проблемой существует множество других. Дефицит кадров, как рабочих, так и инженеров, нехватка съемного жилья для строителей, особенно в Бийске, недочеты в просчете проектов, от чего в сфере поддерживают создание единой службы формирования заказчика. А еще тормозить ввод жилья может отсутствие других объектов. В конце прошлого года мы участвовали в совещании в прокуратуре Алтайского края, где застройщикам четко дали понять, что новые решения по строительству домов, новые разрешения по строительству домов, возможно, будут получить только при их обеспеченности образовательными учреждениями. По словам Мишустина, представители Дома РФ должны приехать в Барнаул и представить свое видение развития свободной территории. В Край ждут совместных действий. Анастасия Драган, Владислав Ковалев, День с толком. Самый молодой образовательно-производственный центр Края посетила на днях руководство региона. Это кластер машиностроения. Он создан на базе Алтайского политехнического техникума. И его особенность в том, что студенты могут заключать целевые договоры о трудоустройстве с предприятиями региона, обучаясь еще на первом курсе. О новом формате обучения далее мои коллеги. Это похоже на игру, но все серьезно. Студенты СОЗа в Крае рассматривают детали, изучают схемы, вникают в производство прямо за партами, ищут альтернативу привычному изготовлению. Такое задание наставника. Мы сегодня уже общались, рассматривали некоторые детали, и парни говорят, какие-то решения с помощью лазеров, каких-то новых супертехнологий, которых, например, нет сегодня на заводе. Если мы рассмотрим, и это будет оправдано, это будет окупаемо, то это будет внедрено. Это лаборатория разработки управляющих программ, созданная с помощью АЗПИ, а этот участок токарных и фрезерных станков с ЧПУ курирует ротор. В сентябре на базе Алтайского политехнического техникума открылся кластер машиностроения в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Это изменило подход к обучению, особенно со стороны промпредприятий, которые ждут молодые кадры. Они перестали быть работодателями, они стали индустриальными партнерами. Мы перестраиваем этот процесс, мы вместе пишем программы практикоориентированные, мы увеличиваем количество практических часов, мы заключаем целевые договоры с предприятиями. И самое главное, ребята ориентированы на дальнейшее трудоустройство на предприятии Алтайского края по полученной профессии. За дня в день получаешь новый опыт и чувствуешь, что растешь как специалист. Сейчас я себя ощущаю на второй разряд примерно. Вадим уже подписывает целевой договор, хотя парень – первокурсник. В рамках профессионалитета в техникуме обновили оборудование для практик и создали участки, максимально приближенные к реальному производству, потратив на это 140 миллионов рублей. В компьютере, может быть, и заметно, как будет двигаться резец, как будет отрабатывать программу. Но в реальности это уже другой уровень ответственности идет. Потому что, и тем более, заготовка, она же по итогу по-другому себя ведет совсем. То есть программа – это одно, а вот как оно в металле отразится, это уже совсем другое дело. Промсектор и сфера образования объединяет усилия. По словам губернатора, потребность отрасли – 10 тысяч новых сотрудников. И это только в промышленности. Профессионалитет должен улучшить кадровую ситуацию. Тем более, что в 2024 году на Алтае будет уже 7 кластеров. В сельском хозяйстве и по одному в разных направлениях. И транспорта, и машиностроения, и легкой промышленности. Туризма – важная для нас сфера. По оценке властей, в новом учебном году в СУЗы края должно поступить больше 1100 абитуриентов на программы подготовки в рамках профессионалитета. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком. 5 710 алтайских детей-сирот обеспечат жильем до 2030 года. Такие планы поставили в региональном Минстрое. В крае утвердили программу поэтапной ликвидации задолженности в предоставлении жилья детям-сиротам. Профильное ведомство продолжит приобретать ежегодно по 250-300 квартир для выдачи их детям-сиротам. Однако упор сейчас будут делать на предоставление жилищных сертификатов, которые пользуются большей популярностью и среди населения. Его сумму рассчитывают в зависимости от рыночной стоимости. Так, жители края могут рассчитывать на 3 миллиона 600 тысяч рублей за площадь в 33 квадрата. По словам министра строительства края Ивана Гелева, в результате этой работы 20% квартир для детей-сирот покупают в Барнауле, 20% в Новоалтайске, еще 20% в Бийске. Остальное жилье приобретают в муниципалитетах края. В ведомстве рассказали, что в последние годы благодаря жилищным сертификатам стало возможным сокращать очередь нуждающихся в квартирах. И оценили, насколько масштабной станет реализация новой краевой программы. Если взять два года, такой очень хороший, наверное, этап результативный, когда мы предоставили 1500 человек обеспечили жильем, вот так не предоставили, а именно обеспечили жильем, из них 60% это сертификаты, примерно 900 человек, и 40% это квартиры. Примерно мы по 250-280 квартир в год предоставляем в натуре, и примерно по 600-700 сертификатов в год оплачивается, видимо, за счет сертификата, и потом приобретается квартира, и мы его оплачиваем. И такое соотношение? 60-40, примерно. Если вы говорите про программу, я думаю, что будет смещаться акцент в сторону сертификатов, потому что, еще раз повторюсь, в натуре больше, чем, ну так скажем, 300-400 квартир такой площади и так далее, мы с рынка, скорее всего, не соберем. Сложный процесс, там ряд есть ограничивающих факторов, неоднократно рассказывал, готов тоже еще обсудить эту тему, поэтому мы именно ждали федерального закона, мы немножко шли в опережение федерального законодательства, как еще ряд субъектов, и, наверное, благодаря в том числе нашим законам, нашей практике положительной, это федеральный закон был принят, в том числе мы сами ездили учиться в Приморский край в 2020 году, по-моему, осенью, но вот так и получилось. И именно за счет жилищных сертификатов мы планируем значительное увеличение количества обеспеченных жильем граждан из данной категории. Мы два года работали с жилищными сертификатами, требовалось, по сути, два условия. Первое, достижение возраста 23 лет. Второе, социальная адаптация, которая в нашем случае определялась отсутствием психиатрических заболеваний, наркологии и судимости. Вот эти два-три фактора были достаточны для того, чтобы получить сертификат. В соответствии с федеральным законом необходимо иметь постоянное трудоустройство на протяжении 12 месяцев, доход за это время средний, не менее чем прожиточный минимум на каждого члена семьи, если заявитель уже не один, а с ребятишками, и отсутствие задолженности под налогом и сбором. Вот дополнительные, там еще, как говорят, есть, может быть, незначительные, ну, основные требования, которые нас немного, так скажем, напрягают. Учитывая это, мы в январе на краевом законодательном собрании приняли решение сохранить краевой способ предоставления сертификатов, назвать его именными свидетельствами, развили мы название с федеральным, то есть у нас теперь будут краевые, извините, жилищные сертификаты, в скобочках это федеральный закон, и именные свидетельства, в скобочках краевые, это, скажем, условия, те, которые мы работали два года. Мы будем работать с гражданами данной категории в следующем формате. Берем заявление, работаем, проверяем все условия по федеральному законодательству, если не получается что-то, ну, главным образом, там, в связи с работой или зарплатой, то комиссия рассматривает этого гражданина, этого человека, и будем принимать решение, скорее всего, будем давать именно по краевому законодательству. Разница между краевым и федеральным законодательством, сертификатом в части его применения, одна. Федеральный сертификат можно использовать на территории всей Российской Федерации, краевой сертификат на территории Алтайского края. Без привязки к муниципалитетам мы два года работали именно так. У нас есть 6 лет, и мы должны эти 5 710 человек обеспечить жильем за 6 лет, примерно по 950 человек в год. При этом в 2024 году это порядка 700 человек, и там где-то 1100, там, 1150, по-моему, в 2029 году. То есть вот такое немножко с нарастающим финансированием. При этом эта программа планируется к реализации за счет средств, в основном пока, краевого бюджета. Мы закладываем финансирование федерального бюджета на уровне существующем 320 миллионов рублей. Мы будем работать с федеральным центром по максимальному увеличению финансирования за счет федерального бюджета. Но я хочу сказать о том, что даже при существующих неувеличении федерального бюджета задачи исполнения, финансирования этой программы будут выполняться. Два водоема для заправки пожарной техники, а также дополнительные противопожарные минерализованные полосы планируют создать вдоль границы с Республикой Казахстан в этом году в Алтайском крае. Эти мероприятия пройдут в рамках подготовки региона к пожароопасному теплому сезону. Напомним, в этом году на Алтае будут усилены меры пожарной безопасности в лесах. К таким действиям властей подтолкнул неутешительный прогноз по лесным пожарам на предстоящие несколько лет. Только прошлым летом произошло 276 возгораний на площади 23 тысячи гектаров. Самые крупные пришлись на Егорьевский район. Ущерб от них оценили в 473 миллиона рублей. А общий ущерб от всех пожаров в 615 миллион. В 2024 году на треть чаще станут патрулировать территории. К трем созданным осенью дополнительным водоемам для заправки техники добавят еще два. Оборудуют минерализованную полосу на границе с Казахстаном. А в рамках нацпроекта «Экология» край получит 72 миллиона рублей для покупки противопожарной техники. По мнению экспертов, в ближайшие годы будет больше так называемых сложных возгораний, обусловленных природными факторами. На этой неделе жители регионов сколыхнуло циничное убийство. В Бийске с особой жестокостью убили 18-летнего парня. Он пропал 6 марта. И вот спустя неделю его тело нашли в полынье реки Бия. По горячим следам следователям удалось установить криминальный след в истории исчезновения юноши. Как оказалось, к его гибели могут быть причастны два молодых человека, один из которых был неоднократно судим за имущественные преступления. По данным следствия, Анатолий Машков ночью 7 марта в одном из баров Бийска познакомился с парнями. Между ними завязался конфликт, позже он продолжился за пределами заведения. Преступники начали бить парня, позже продолжали избивать уже у реки. В итоге все закончилось смертью жертвы. Тело 18-летнего спустили в воду вблизи дамбы, предварительно обчистив карманы Машкова. Телефон сдали позже в ломбард и воспользовались деньгами с банковской карты. Преступники задержаны, в ближайшее время им предъявят обвинение по статье «Убийство, совершенное группой лиц». Проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Артисты со всего мира призвали сохранить памятник советскому солдату-освободителю Алёше в Болгарии. Напомним, в январе этого года депутаты Пловдева предложили демонтировать памятник. В 90-е в Болгарии уже неоднократно покушались на мемориал, называя его символом советской оккупации. И вот очередное обострение. Накануне артисты, в том числе зарубежные, решили ответить на провокационный жест, сняв клип на знаменитую песню «Алёша». Напомним, прообразом известного памятника стал житель Алтайского края Алексей Скурлатов. Он родился в 1922 году в селе Налобиха Косихинского района. В начале 1944 года за проявленную храбрость был награжден Орденом Красной Звезды. Осенью 1944-го фронтовая дорога привела Скурлатова в Пловдев. Там он и его боевые товарищи-разведчики на несколько месяцев стали строителями и связистами, тянули телефонную линию до города София. По воспоминаниям очевидцев, сибиряк Алёша так пришёлся по душе болгарам, что они назвали его именем «Памятник», который открыли в 1957 году. Интересно, что Алексей Скурлатов узнал об этом спустя пару десятилетий. В ноябре 2013 года Скурлатов умер, ему был 91 год. Скурлатов узнал об этом спустя пару десятилетий. Продолжение следует... Продолжение следует...